И вот тоже он, чтобы вышло, и Абрамшин Леонидович, Абрамшин Леонидович, а я сейчас переключусь сразу, то есть у меня когда придет извещение. Ну вот мы уже в эфире, уважаемые зрители, мы как и обещали, время 20 часов 1 минута, сегодня мы без опозданий начимонаем наш эфир, он идет одновременно на трех площадках, он идет в ютюбе, он идет в фейсбуке, напомню, в прямом эфире, и он же идет через перископ в моем твиттере, у меня большой твиттер, так что пожалуйста все зрители, которые присоединились к нашему эфиру и смотрят его на этих трех площадках, я очень обращаюсь к вам с большой просьбой, чтобы ссылки на наш эфир вы поставили в своих аккаунтах в социальных сетях, или в группах, в которых вы состоите, ну или любым другим способом, как-то помогли нам расшарить этот эфир. Во-первых, мы приветствуем Авраама Шмулевича прямо из Иерусалима, приветствуем Авраам. Добрый вечер. Вот, мы уже второй раз с вами проводим эфир, и собственно тема актуальная, мы как бы далеко от ближневосточной проблематики не уходим, и в общем надо признать, что события, которые так или иначе развиваются в этом регионе, они дают раз за разом новые поводы для обсуждений, так что и наша предыдущая тема по Сирии, и тогда это касалось Турции и ее, значит, участия в боевых действиях на приграничных территориях в отношении курдов, а теперь вот мы обозначили тему в связи с не так давно прошедшими событиями, связанной с ликвидацией лидера ИГИЛ, значит, Эль-Багдади, по разным сведениям, ну, более-менее подтвержденным американцами, он был, так сказать, атакован в районе где-то недалеко от границ с Турцией, и якобы вот взорвался поясом шахида, погибли двое детей и так далее, то есть это, так сказать, предпосылка для обсуждения, но в принципе, конечно, нам бы хотелось более широко обсудить всю эту проблематику, потому что, ну, в общем, для нас имеет значение не только как для канала, видеоканала, который, в общем, пытается эти новости отражать, но и обсуждать, анализировать, но еще и как некая альтернативная любому подцензурному СМИ или подцензурному источнику информации попытка обсудить, что там вообще с ИГИЛ на Ближнем Востоке сейчас происходит, поэтому первый вопрос мы, Авраам, будет касаться, вообще говоря, как вам кажется, вообще соответствуют действительности заявления официальные, сделанные Пентагоном и, собственно говоря, Белым домом относительно именно этого варианта гибели Эль-Багдади вместе с семьей, по-видимому, да, что в результате атаки он привел в действие пояс Шахида с последующим его захоронением, потому что сразу же моментально возникли разного рода конспирологические теории, что его не убили, что его опять захватили, что он где-то дает показания и так далее, и так далее. Насколько вам кажется, эта версия достоверной? Ну, тема, действительно, ИГИЛ будет еще долго актуальна и для тех наших слушателей, которые живут в России, и тех слушателей, которые живут по всему миру, так что мы, видимо, к ней еще будем возвращаться, точнее, она будет возвращаться за нами. Что касается Аль-Багдади, то, скорее всего, мы ничего знать не можем, знать точно может, видимо, Трамп и несколько человек, которые участвовали в этой операции, но они нам не скажут. Я бы сказал так, что на 99% я уверен, что Аль-Багдаде вообще существовало, что же не очевидно. Человек, мы видели этот феномен нового времени, что мы видели? От него мы видели несколько достаточно плохо снятых роликов, которые были сделаны неизвестно где, на которых утверждается, что это Аль-Багдаде. В принципе, ролики можно сделать, как вы понимаете, как угодно. Вот когда, например, если вы помните войну в Ираке, когда американское вторжение, было очень знаменитой такой кадр, и как американцы разбомбили подземные бомбоубережья, в которых скрывали женщины, дети, труп и кровь, это было обсуждалось по всему миру, значит, американская женщина. Потом выяснилось, что это было снято в Нью-Йорке пиарщиками, которые работали на Саддама, сделали такой прекрасный ролик. Но я думаю, повторяю, на 99% Аль-Багдаде был действительно, и, скажем, процентов на 95% я уверен, что он действительно в этот раз был убит, хотя его убивали раз в семье, сбился со счета. Я думаю, по некоторым различным, долго сейчас обсуждаю, почему, вот я так считаю, различные костные признаки, я думаю, что он, да, был убит. Хотя есть, конечно, вопрос остается, потому что, как в случае Аль-Багдаде, как в случае Бен-Ладена, американцы не представили труп. То есть мы должны верить на слово Пентагону и Трампу. Причем Трампу мы уже знаем, что верить полностью его слово нельзя, потому что, помните, знаменитая его эмоциональная речь, о чем говорит о том, что Аль-Багдаде выл, плакал, как собака, как последний трус, бежал от нас. Так вот, представьте комитета начальника штампов, то есть это был макомандующий американской армии, как у них называется, выступая вслед за Трампом на пресс-конференции, когда его спросили вот про это вот, красочные подробности о том, что, увы, уплакал, умалял о пощаде, ответил, что ему неизвестный источник этой информации. То есть в данном случае Трамп, так сказать, немножко приукрасил художественный вымысел. Возникает, естественно, вопрос, сколько еще в этой истории художественного вымысла. Мы этого не знаем. Теперь, вот, повторяю, скорее всего, мертв. Вот как он умер, я совершенно не уверен, что то, что нам рассказывали американцы, действительно погиб в туннеле, эта собака и так далее, может быть, все что угодно. Вот, но вопрос остается, потому что, скажем, когда казнили Саддама Хусейна, помните, такого персонажа, да, тогда американцы практически были хозяевами в Раке, то есть американская администрация была, ну, верховным правителем там. Иракское правительство слушалось американцев во всех таких оперативных вопросах, стратегических, и когда казнили Саддама, то туда пригласили на его казнь представителей, представителей очень всех, кого он обидел, представителей курда, представителей различных, там, племен арабских, представителей каких-то политических сил, и даже кто-то снял это видео, казнь на видео и выложил в интернет. Опять же, иракское правительство заявило, что это не функционировано, кто-то сделал это подпольно, а может быть так, может быть нет. В любом случае никаких, во самом деле, сомнений, что он мертв, нет. То же самое с вторым другом Каддафи, тоже как бы мы видим, как он погиб, да. Почему американцы на этот раз не показали труп, почему они не пригласили тех же самых курдов, которые якобы, по их словам, помогли его поймать. Вообще, надо сказать, что, опять же, по версии американцев, помогли его поймать абсолютно все, включая, там же, сирийское правительство, даже Иран как-то был задействован, в любом случае, Асад им сообщил, не говоря уже про Коврада, фракцию, вот так далее. Единственный игрок в России, кстати, тоже Трамп ей выразил благодарность, хотя русские это оправдали. Единственный игрок в моем-театре военных действий, активный игрок, который никак, по этим сообщениям, не причастен к гибели Аль-Багдаде, это Израиль, да. Вот я не знаю, тут гордиться, если мы... Мы об этом, кстати, поговорим, ИГИЛ, Израиль, это такая важная история, мы о ней вернемся еще обязательно. Все остальные пропиралились по полной, заявили, что они играли решающую роль в его ликвидации. Вопрос, почему американцев не пригласить представителей этих самых победителей, просто посмотреть на труп, вы его хорошо, они выкинули труп в море, достаточно разумно, чтобы никто не знал, где он похоронен, и так далее. Пригласите представителей этих самых, так сказать, организации победителей ИГИЛ, пусть они видят, как этот труп заносит вертолет, вертолет поднимается и исчезает в неизвестном направлении. Вопросов бы не было. Американцы этого не сделали, и они этого не сделали и с Бен Ладеном тоже, строго говоря, трупа Бен Ладена никто не видел. Вопрос, почему, у меня ответа нет. Можно, например, если занимались генные, им просто наплевать на общественное мнение, может быть, но это с точки зрения пропаганды огромная промашка. Поэтому вопросы остаются, и будут еще долго. Хотя вроде бы ИГИЛ подтвердила гибель своего лидера, и об этом было сказано на самом высоком уровне, американцами, курдами и так далее, сирийцами даже. 5% я все-таки оставляю на то, что он жив, но, скорее всего, в этот раз, ему не удалось уйти. Как он умер и как он погиб, это другой вопрос, это не стоит принципиально. Да, хорошо. Какую в последнее время уже, когда, собственно говоря, ИГИЛ потерял контроль за всеми территориями и в Сирии и Ираке, и потерял Раку как свою столицу, какой вообще роль играл Эль-Багдадий? То есть он уже, в общем, по-видимому, как оперативный руководитель, скорее всего, не выступал. Кто вообще руководил в этот период, допустим, какими-то боевыми действиями, терактами и так далее? Был ли это Эль-Багдадий, или это, в общем, скорее, ну, такая символическая фигура? А оперативные командиры и тому подобное, они, в общем, могли действовать достаточно автономно. Как это происходило? Ну, во-первых, ИГИЛ, строго говоря, ничего не потерял. То есть они потеряли контроль над территорией днем. А ночью там, понял, происходит теракт, нападение. Буквально два дня назад было нападение на крупную колонну правительственных войск. Асада все время происходит нападение в Ираке. Был взорван тоже пару дней назад дом одного из деятелей иракской полиции. Он был убит вместе с семьей. То есть война продолжается. И по мне данным... Ну, есть несколько оценок, сколько их. Вот те данные американских спецслужб, которые мне представляются наиболее вероятными, это, ну, несколько таких данных, есть вообще 15 тысяч бойцов находятся на территории Сирии и Ирака. Плюс, например, тоже пару дней назад произошло крупное нападение на базу правительственных войск в Мозамбике. Это Южная Африка, да? Которую совершил ИГИЛ. Плюс, опять же, несколько дней назад Талибан объявил о том, что они одержали очередную победу над ИГИЛ. Эта победа тоже много не столько же, сколько убийств Бедвана. Но после этого ИГИЛ тоже появился. Так что сказать, что ИГИЛ... Это нельзя. Они просто перешли с дневного режима работа на ночной, скажем так. Но, я извиняюсь, это скорее партизанская война или же скантакт? Это вот чистая городская война террористов. Условно говоря, днём они работают каменщиками и плотниками, там, не знаю, работают уборщиками, а вечером берут оружие и совершают террористы. Как структура ИГИЛ сейчас преобразилась, если она вообще преобразилась? Нет, это война, во-первых, нового типа. Надо понимать. Давайте вообще расскажем, что такое ИГИЛ. До этого нам надо сказать, что такое ИГИЛ. Это часть более широкого феномена, который иногда называют исламизм, иногда политический ислам, иногда джихадизм. Давайте расскажем сначала пару слов, что это такое вообще. Ну, ислам, когда мы говорим про исламизм и так далее, надо понимать, что ислам – это религия, которая существует на протяжении 1300 лет. Сейчас они занимают территорию от полярной тундры до лесов тропической Африки. Порядка полтора миллиона человек. И, конечно, далеко не все мусульмане являются сторонниками ИГИЛ, джихадизма и так далее. Это просто нужно иметь в виду. Когда мы говорим мусульмане, достаточно много противников. Есть этого направления среди мусульман. Но, тем не менее, существует... Ну, ислам, в принципе, с этим согласны все мусульмане, являются единственной правильной религией. Сказано в Коране, земля принадлежит Аллаху и посланнику его. То есть мир должен быть, в принципе, исламским. И мусульмане должны создать справедливое общество, о котором он говорит Коран, где нет эксплуатации, несправедливости и так далее. Все мусульмане должны представлять единое политическое целое, должны подчиняться халифу. То есть в идеале все мусульмане, где бы они ни жили, должны иметь единого политического лидера, который праведный, который возглавляет праведное, справедливое общество. И, кроме того, вообще, в принципе, все остальные религии должны так или иначе отмереть. Это базовое положение ислама. Вопрос заключается в том, как мы собираемся достигнуть этого идеального состояния. Есть понятие джихад, как вы знаете, которое, строго говоря, переводится как «усилие». Есть джихад, который направлен на себя, должен соответствовать нормам ислама, внутренним, моральным. Есть джихад, который направлен вовне, защита мусульман, если их притесняют, и распространение ислама по всему миру. Опять же, как его распространять? Вот если мы посмотрим на современные страны, где ислама господствующая религия, примерно половина из них была обращена в ислам огнем и мечом, плюсом в завоевании, а вторая половина приняла ислам. Была какая-нибудь Булгария, Волжская или какая-нибудь Индонезия, арабы туда не дашли, потом Вадим, Золотая Орда, прекрасный пример. В один прекрасный момент, бац, и они сначала элиты, а потом население приняли ислам. Благодаря какой-то деятельности исламских миссионеров, тайных орденов сухийских и так далее. Соответственно, есть два дела у нас с парадигмом, как распространять ислам. Но к середине 19 века это было все не очень актуально, потому что практически все мусульманские страны оказались под властью европейцев, или каких-то других народов в Индии, допустим. То есть, вместо того, чтобы быть господствующей религией, ислам стал религией народов, которые оказались во власти неверных. И большинство мусульман как-то с этим примирилось более или менее. Но потом, после Второй мировой войны, начался процесс деколонизации. Исламские страны стали получать одна из другой независимостью. Первый был Сирия в 1943 году, потом Пакистан в 1948. И Пакистан уже был первым государством политического ислама. Они попытались сделать общество по законам ислама, так называется, Исламская республика. Сейчас эти исламские республики или государства пара десятков. Но нигде у них, собственно, ничего хорошего из этого не вышло. Нигде не получилось справедливого общества, нигде не получилось развитое общество. Мусульмане с тоской вспоминали те периоды, когда они были действительно ведущи научно-технологической силы, исламские страны были одними из самых развитых в мире. Куда это все делалось, непонятно куда. Никто в мире ислама не может понять и дать ответ, почему это произошло. Ну, то есть, золотой период того же городского халифата, например. Да, например. Куда это все делалось? Вот распространение ислама не очень актуально. Но случился Афганистан, когда... Вообще, это одна из самых больших тайн советской истории. Зачем русские туда поперлись? Никто не может объяснить. Потому что Афганистан был полностью под контролем Советского Союза. Там был король, который в сеть губернат-премен, который воюет сейчас, друг друга, удерживал. Но при этом еще со времен Аманулы Хана, со времен 20-х годов, Афганистан был союзником Советского Союза. Они в свое время подавили... Мы свои территории в Асмаческое движение, афганцы не дали ему распространиться. Вся военная элита Афганистана обучалась в советских военных учреждениях. Они были просто советскими людьми. Вот, они были светскими достаточно. Там были коммунисты, которые, в общем, возглавляли в армию. И вдруг русские полезли туда. Был у короля такой двоюродный брат Мохаммад Дауд, который генерал. И он решил поправить сам сферу короля. Потом его сферили коммунисты. И русские, вместо того, чтобы их поставить на место, не нашли ничего лучше, как везти туда войска. А то оказалось, что коммунистов они не контролировали. Помните, штурм дворца Амина. И началась война афганцев за свою свободу. Афганцы немножко обалдели сначала. Русские, которые ничего плохого не делали. И, наоборот, старались их не зли. Вдруг вторили в страну. И более того, они не просто вторили. Стали строить коммунизм, социализм. Эти афганские коммунисты. Началось партизанское движение. Которое, говорят часто, что Запад ему помогал. Запад примерно полтора года вообще не помогал этим самым афганцам. Они воевали там чуть ли не кремниевыми ручьями. Естественно, кто возглавит о сопротивлении, это различные суфийские и исламские лидеры. Был такой Харкотиар, профессор Рабани, один суфийский деятель. В общем, через полтора года примерно американцы решили все-таки помогать этим самым мусульманам, сопротивлению и исламу, советской агрессии. Был такой два человека. Бернат Льюис, такой еврей, британский лорд, вот его книжка. У меня лежит один из выдающихся исламоведов 20 века, специально по Турции, по исламу, британские евреи. И был такой британский бенексен, он французский был исследователь, потомок вот тех самых бенексенов, которые, они убийцы Павла I, известный род Российской империи. Потом они бежали после революции. И он стал тоже одним из выдающихся исламоведов. Говорят, что они убедили Картера оказывать помощь, сделать ставку на этих самых мусульманских повстанцев. Американцы начали поставлять оружие, саудовцы туда включились на саудовские деньги. И в результате, как вы знаете, Советский Союз должен был отступить. Советские войска ушли из Афганистана. До этого был еще очень знаковый момент, который в Советском Союзе просто не заметили. В 79-м году, незадолго уже до ухода, отряды муджахедов перешли советскую границу на территорию современной Туркменистана. Но это не имеет особого значения, кто там был. Пришли с советскую границу и совершили рейд по советской территории. Разгромили отделение милиции. Но это вот знаменитые в Кушке. И ушли назад в Афганистан. И это было впервые. Впервые за почти 500 лет, с момента отступления Туркменистана, как от Вены, когда мусульмане победили европейскую армию. Еще ведь надо понимать, что с России у мусульман и исламского мира давние счеты, потому что советская Средняя Азия, что это такое? Это мусульманские древние земли, последнее независимое исламское государство. Бухарадский Эмират был взят в Советская Красная Армия в 20-м году. До этого они были независимы. И Иран они оккупировали тоже в 40-м году. То есть Россия всегда рассматривалась такими мусульманами, как противник одной из европейских колонизационных держав, типа той же Англии. И вдруг ее победили. Победили под взламенем ислама. И нашлись люди, сказали, слушайте, если можно было один раз, можно было и второй раз, джихад, он вполне эффективен. Давайте начнем вооруженную борьбу с европейцами, с западными колониальными державами и победим их. Потому что раз, это мусульманский мир распространял это просто как сказка. Впервые за 500 лет им удалось перейти в контрнаступление. И стали появляться люди, которые взяли на это развивать эту идеологию и дальше перенесли военные действия из Афганистана уже на весь остальной мир. Часто говорят, что американцы создали алькаеду и так далее. Это, конечно, не так, потому что американцы помогали этим людям. Ну, опять же, это совершенно колониалистский такой взгляд, что вот мусульмане или люди Третьего мира ничего самим создать не могут. Вот обязательно нужен какой-то европеец, который будет им оказывать действовать. Но мусульмане – это древняя достаточно развитая цивилизация, они вообще сами могут все. То есть в данном случае джихадисты использовали тех же американцев и других европейцев для того, чтобы встать на ноги. И создали, была создана Бидуадан, один из муджахедов, который там воевал, создал организацию алькаеда, которая должна была заниматься, во-первых, борьбой с коррумпированием режимами в исламском мире, потому что они считали, что и те режимы, которые правят в так называемых, с точки зрения так называемых, исламских государств, они неправильны, у них не настоящий ислам. Вот нужен настоящий ислам, который соответствует тому, что говорил пророк. Дальше, вторая их цель – это Запад, который колонизирует исламский мир, который эксплуатирует и так далее, и так далее, такая риторика. И началось, собственно, то, что мы знаем, знаем как алькаеда. А затем от алькаеда откололось. У меня были еще другие группировки, которые, братья мусульмане, немножко другая тактика, больше они дают уклон на мирные какие-то действия, хизба-тахир, такая всемирная организация. Но вот джихадисты, как мы их называем, это именно люди, которые считают, что главное – это вооруженная борьба. Что нужно… Джихад в первую очередь, они понимают, как вооруженную борьбу, неважно даже, насколько ты плохой мусуль, но они хорошие, если ты ведешь джихад, значит, ты исполняешь, что от тебя требует товар, дальше он тебе поможет. И начали войну практически со всем миром. Вот из этой алькаеды и вышел ИГИЛ. Потому что сначала они действовали как подразделение, часть алькаеды в Ираке, на это наложилось еще одно событие – американская оккупация Ирака и уничтожение режима Саддама Хусейна. В Ираке большинство доселения составляют шииты, а правящие элиты было при Саддаме с суннитами. Надо сказать, что мы говорим сейчас именно про суннитские слова. алькаеды и ИГИЛ – это суннитские организации, которые к шиитам относятся крайне отрицательно. У шииты была своя исламская революция в Иране, но они были параллельны. А в Ираке есть такая поговорка, у иракских суннитов – «убей шиита, попадешь в рай». Я сам слышал в Средней Азии от мусульман, суннитов, что шииты вообще не мусульмане до своей точки зрения. То есть отношения достаточно натянуты. Мы говорим про суннитские сейчас варианты ислама. И от этой алькаеды отделилась сначала исламская государство, только Ирака, а потом они перекинулись в насилие. В чем? Что дал им толчок их развития? Мы говорили, что американцы захватили Ирак. В Ираке правили сунниты, а теперь масс-демократия. И шииты, большинство, они взяли власть. И оказалось, что сунниты просто их выкинули из общественной жизни. Я не говорил уже про многочисленных людей, которые так или иначе были на службе Саддама, его функционеры партии БААС, офицеры полиции, спецслужб, армейские офицеры. Они просто оказались в измене. Как белые в большевистской России можно сравнить, чтобы было понятно. Но и сунниты тоже оказались людьми второго сорта. И поскольку это все-таки Восток, и тем более Арабский Восток, то тут была и резня, и притеснение. Что такое права человека, оно представляет достаточно плохо. И вот Аль-Каида смогла, как в Израиле говорят, поймать на этом трэмп, смогла представить себя как защитника интересов суннитов, которых угнетают шииты, которые теперь враги и славы. А за шиитами стоит кто? Американцы. Потому что американцы пришли и сделали слом в посудной лавке, разворотили все, пытались остановить демократию, и в результате сунниты оказались преследованием меньшинства. Значит, кто у нас враги? У нас враги шииты, у нас враги американцы, которые стоят за ними, мы, те же самые группированные арабские режимы, которые у нас были. Вот началась партизанская война сначала в Ираке, затем, мы это говорили в прошлом нашем интервью, кратко напомню, Сирия, всенародное восстание против Саддама Хусейна, против Асада, который был таким же диктатором, как Саддам Хусейн, Асад призывает на помощь шиитов, потому что его режим как бы отправился на Алавитов, который шииты Хамени рассматривают как шиитскую секту. Значит, приходит туда корпус стражей исландской революции, разбричные боевики, который корпус набрал во всем шиитском мире, в том же Афганистане, Пакистане, которые ведут по отношению к суннитам точно так же, как сунниты к шиитам. То есть, убей суннита, попадешь в рай. Вот, И, соответственно, начинаются репрессии, нарушение права человека, убийства массовые, о чем западная пресса просто молчит. И единственное, кто защищает бедных суннитов, получается, это ИГИЛ. ИГИЛ входит из Ирака в Сирию, плюс на это он накладывается такой имперский иерарский проект, потому что Ирак считал себя при Хусейне, естественно, объединительной всех суннитских земель. То есть, англичане в свое время обещали создать после разгрома Османской империи в 18-м году единое суннитское государство, которое включало Ирак, Сирию, современную Орданию, Ливан и Палестину, часть Ливана. Они нарушили это обещание, вот мало все это вернуть объединить под единое руководство. Иракские офицеры, которые, в принципе, никого отношения не были исламистами, многие из них учились в Советском Союзе, они стали отращивать бороды, перешли на работу, на службу в ИГИЛ, во многом сформировали ее военную структуру, и этот ИГИЛ входит в Сирию, и получается единый фронт. Мечта арабов, в принципе, этнические, сирийские сунниты, и иракские сунниты, действительно, одно и то же, да, мечта многих арабов о том, что объединиться, она осуществляется. У нас есть единое государство, мы едины, мы еще боремся с шиитами, это, собственно, в результат, это стало основой той поддержки, которую, действительно, многие сунниты и Сирии, и Ирак основаны на этом движении. Сначала во главе стояла Аль-Каеда, но ИГИЛ сделал следующий шаг, мы говорили о том, что, по идее, все мусульмане должны быть под властью единого, одного халифа. в последнем халифа был султан из Османской империи, который потерял власть в результате Первой мировой войны, но, опять же, многие мусульмане считали, что это неправильный султан, действительно, там было много чего, что многим людям не нравилось, но, в принципе, почему это не было восстановлено? Потому что, даже с точки зрения исламского религиозного права, это достаточно сложная вечность. Должны быть различные условия, которые должны с точки зрения исламской теологии достаточно сложно сделать. Многие об этом мечтали, но никто не решал все. А вот Абу-Бакаляр-Багдадик, как он стал потом называть, и часть этой иракской аль-Каиды сказал, мы давайте попробуем. И объявили его в соответствии с всеми нормами ислама, как они их понимали, объявили его халифом, правоверным всех мусульман. Я уж не говорю о том, что большая часть мусульман этого дела не приняла, значительная часть джихадистов тоже не согласилась считать его с халифом. Но та же небольшое число сравнительных мусульман, которые согласились воспринять его как халифа, это оказало совершенно революционное действие, потому что оказалось, что мобилизационный потенциал этой идеи совершенно колоссален. Во всех местах мусульманского мира нашлись мусульмане, которые считались на протяжении поколения осуществилась. И люди стали присягать к хальбовому халифу от Аляски до огненной земли, от российской полярной турбок от Ненецкого национального округа до Южной Африки. И мы видим тот огромный поток добровольцев, в российской медиах называют наемниками, такие не наемники, это добровольцы интернационалисты, которые устремились в Сирию и в Ирак со всех концов мира, и часто это были очень квалифицированные кадры с точки зрения пропагандистов, со всей точки зрения начиная от врачей, как человек пропагандистов и военных, и у них получилась действительно очень эффективная структура, более эффективная, чем другие попытки исламистов взять под контроль какие-то территории. Они единственные из джихадистов, после Афганистана было еще несколько таких попыток в Средней Азии, в Йемене, то есть в Юго-Восточном и Филиппидах, на Кавказе, Марат Кавказ практически стал считать себя филиалом Аркаина, но про кавказский джихадист джихад нужно говорить отдельно, отдельно длинная история, но у них были попытки джихадистов создать в Северной Африке, в Сахеле какие-то образования Йемен, Сомали, ничего хорошего из этого не получилось, то есть они не смогли сделать какое-то достаточно эффективное государственное образование, а в Ираке, в Сирии смогли, то есть вот эта территория, которую они захватили, там были города, тот же Масул, миллионный город, они смогли создать более-менее действующую администрацию, которая собирала налоги, которая обеспечила порядок и судопроизводство в этой территории, они действительно там рубили людям головы и так далее, но если ты живешь, как тебя, от тебя требуют администрации ИГИЛ, то ты имеешь справедливый суд, ты имеешь охрану своей собственности, ты имеешь достаточно эффективную борьбу с преступностью и так далее, вели как финансовая система у них была, армия очень эффективная, у них было несколько очень таких в военном смысле очень эффективного введения, например, что они сделали, они взяли впервые, это истинная армия мира, которая стала использовать геликоптеры на уровне взводов, то есть они закупили такие геликоптеры для поиска мячиков от гольфа, стоит пару с этим долларов, значит такая игра в гольф, мячик, который, второе, есть такой, чтобы его не искать, запускаешь такой геликоптер, то есть не геликоптер, извините, квардокоптер, квардокоптер, который находит этот мячик, камера, оказалось, что он действует достаточно на достаточно большом расстоянии, что оказалось, они вооружили до уровня командиров взводов, значит, чуть-чуть переделали, планшетик, такой, квардокоптер, который дает прекрасно, начнем говорить, в горных, в пустынных местах, разведку местности, корректировку огня, ни одна другая армия, включая Израиль, США или Россию, на уровне взводов это не используют. То есть у них были такие военные нововведения достаточно эффективные, то есть воевали они нехорошо. То есть получилось образование, которое доказало свою эффективность. Мы видим, что джихад, он может победить. Второй раз после Афганистана у нас есть эффективное государство практически, которое какое-то достаточно долго продержалось против коалиции, которая формально входила чуть ли не в 100 стран, весь мир. Вот смотрите, люди, которые ничего не имеют, вышли из пустыни, и держались несколько лет против коалиции, которая включала ведущие страны мира, США, Западную Европу, Россию. Это успех. То есть идея оказалась имеющей огромный мобилизационный потенциал. Поэтому то, что вы спрашивали, будет ли иметь убийство Аль-Багдаде какое-то значение, конечно, это колоссальное значение, потому что у нас сейчас халифа нет. То есть они действительно существуют, я вам говорю, что буквально вот сейчас идут бои в Базамбике, которые под флагом ИГИЛ, в других регионах, но если в чем сила была ИГИЛ, они все эти разрозненные исламистские выступления от Филиппин до Южной Африки организовывали в единое целое, в единое движение. Если этого нет, то у кого интересует, что происходит где-нибудь на отдаленных островах в Филиппину или в какой-нибудь Гвинеи. А тут получается единое движение. Но, повторяю, для того, чтобы это объединение произошло, необходима фигура халифа. Он совершенно не обязан был руководить. Да это и не нужно, потому что невозможно из единого центра координировать столь операции на столь различных фронтах. Как происходило? Есть люди, которые хотели выступать по флагам ИГИЛ, разделяли эту идеологию, они приносили присягу Аль-Багдаде, и все становилось подразделением ИГИЛ. Они могли получать какие-то указания. ИГИЛ мог координировать выступления в различных точках мира, превращивать какую-то дать. Возможно, они получали какие-то деньги, какие-то инструкторы, и так далее, или по интернету, или лично посвали. Но в принципе это не принципиальный вопрос. Принципиально, что у нас есть единый лейбл, и те же самые добровольцы, которые хотят присоединиться к джихаду, хотя они видят, что джихад успешен, а в тех, неважно, они могут начать джихад по месту жительства, или не нужно из какой-нибудь центральной Африки ехать в Сирию. У них в центральной Африки тоже есть ИГИЛ. Если ИГИЛ сможет выставить следующего халифа, а Аль-Багдад был достаточно харизматической фигурой, у него была правильная биография, он начинал как имам у преподавателя Корана в каком-то бедном квартале, он там помогал, учил этих детей, играл с ними в футбол, потом поехал воевать с неверными, потом сидел в тюрьме, очень правильная биография, кроме того, он был курешит, скорее всего, это племя, с которой он принадлежал Мухаммад, и халиф должен быть курешитом. Биография у него редасованная, хорошая, и если он смог, если следующий халиф сможет действительно завевать такой же авторитет, как и в Багдаде, тогда это предприятие будет продолжено. Если нет, то оно на какой-то момент рассосется по в конгломератке, связанной друг с другом джихадистских движений, но я уверен, что потом рано или поздно появится следующий халиф, потому что идея, я повторяю, доказала свою огромную эффективность. Маленький процент всех умм, умм, это сообщество всех мусульман, которые признаны, приняли это нового халифа, говоря простым языком, навести столько шероха. У них были несколько, кроме военных, у них были, конечно, пропагандистские блестящие находки, то есть это, они выступали как, действительно, как движение 21 века, то есть с точки зрения пропаганды, с точки зрения мобилизации через социальные сети, через интернет, им равных нет. Опять же, это произошло потому, что на службу под знамя, в даме ИГИЛ пришли люди со всего мира, в том числе европейцы со значительной степени, которые были носителями самых современных технологий западного общества. Вот. Пропал звук. Нет, вот сейчас восстановилось. Я просто хочу сказать нашим зрителям, да, вот у нас постоянно рвется эфир, это уже не первое такое прерывание. Я думаю, что по Фейсбуку и Перископу эфир продолжается. В крайнем случае по окончании эфира, дорогие друзья, мы слепим из кусков значит, единый эфир, который будет лежать по той же ссылке на Ютьюбе. К сожалению, вот по-видимому, есть проблема с интернетом в Иерусалиме у Авраама, и поэтому, так сказать, раз за разом прерывается. Но давайте все-таки продолжим. Вроде бы сейчас, пока мы снизили качество картинки, вроде бы должно работать. Пока вот... Вроде бы, сейчас я проверю, вроде бы у меня это соединение есть. Это странно, на самом деле. опять прервалось именно на Ютьюбе, потому что, я так понимаю, нет, вроде бы идет. Но у нас другого выхода не остается, надо продолжать эфир. Но смотрите, давайте мы вот о чем поговорим. Авраам, вот смотрите, очень расхожим стало мнение относить того, кто является объектом как террористических атак, так и военных и так далее, и так далее со стороны ИГИЛ. И почему-то, в числе его жертв никогда не было Израиля. не в отдельных проявлениях, не в отдельных случаях, но именно как территории. Израиля как территории. Израиля... Это я пересказываю такие мифологические вещи, которые, ну, важно обсудить. Надо на эти вопросы ответить. Значит, что израильтяне редко становились, в отличие от европейцев, например. Ну, я уже не говорю о том, что происходило в Сирии и в Ираке. Да? Значит, вот я проверю, идет у меня соединение. Ну, вот, к сожалению, почему-то, может быть, скорость недостаточная, потому что у нас YouTube опять висит. Но у нас, я так вижу, продолжается в Facebook и в Перископе, в Twitter трансляция, поэтому, ну, будем надеяться, что на YouTube она восстановится. Но, в любом случае, вопрос относительно объектов в Израиле и израильтян как объектов террористических атак со стороны ГИЛ. Вот, расхожее мнение. Вы знаете, я, в прошлом эфире мы говорили, что у меня есть несколько способов отличать экспертов идиотов от нормальных экспертов. Я не обидумывать сказан, но одно из этих утверждений, по которым я отвечаю, человек, который понимает, всеми не понимает, утверждение, когда начинают говорить, что ИГИЛ не воевал с Израилем, значит, человек, не воевал. Пусть идиот, но не важно. Важно об этом поговорить. Важно. Смотри, что люди, которые это говорят, как они представляют. Действительно, подводный флот ИГИЛ не нападал на, подводки ИГИЛ не нападали на израильские корабли где-нибудь в Тихом океане. Действительно, бомбардировщики ИГИЛ не бомбили Тель-Авив. Но на иракско-израильской границе никаких боев не было. Потому что ИГИЛ контролирует территорию южно-израильской посольской европейских странах, в Африке и так далее тоже не становились вроде бы. Становились. Именно ИГИЛ. Становились. Становились со стороны ИГИЛ. Были попытки ИГИЛ. Были несколько терактов на территории современного самого Израиля, который проводил ИГИЛ. Опять же, франшизы ИГИЛ. Люди, которые каким-то образом получали руководство, инструкции и так далее от ИГИЛ. Арабы, которые находились на территории Израиля. Такие действительно теракты были. Были попытки нападения на израильтян за границей, были попытки нападения на посольство, но не все они удались. Это не вина ИГИЛ, а заслуга израильских спецслужб. ИГИЛ вполне говорил, что действительно боюсь с Израилем. Израиль всегда назывался в качестве одного из объектов джихада, но одного из объектов. То есть, ИГИЛ воевал со всем миром. Повторяю, они пытались осуществлять теракты в Израиле, даже несколько успешных терактов были, они пытались атаковывать цели Израиля по всему миру, но это у них не получилось. Опять же, а то, что не было прямых столкновений, ну, Израиль еще израильская граница не проходит по реке Ифрат, потому что поэтому ИГИЛ никак не мог бы прямую воевать с Израилем. А то, что они хотят уничтожить Израиль, они об этом говорили. Но я хотел уничтожить точно так же Америка и прочие страны. Это просто. Это просто. Исходило из того, что, смотрите, известно более или менее о том, что ИГИЛ тоже через посредников имел возможность договариваться с саудитами, например, относительно каких-то вещей, касающихся нападений на именно Саудовскую Аравию, на саудовских значит, саудовскую элиту прежде всего, да, на объекты нефтяные и так далее. Более или менее какая-то информация просачивалась. И по аналогии с ней многие считали, что есть некая договоренность, некий конкордат понятийный, естественно, с Израилем, с израильскими спецслужбами, естественно, о том, что ни в коем случае не дотрагиваться до Израиля, потому что это чревато тем, что, ну, известно, как Израиль отвечает. Он, в общем, не слишком сильно репутат. Во-первых, Израиль, да, пытались трогать. Я вам скажу, откуда это идет представление, потому что весь мир, вот, смотрите, весь мир привык, что исламский тетрадь нас поправим против Израиля. Большинство тетрадь, которые у нас происходят, они западные прессы просто не могут напоминать. Вот сейчас исламский джихад обстреливал израильские мирные города, больницы, школу, детский сад попала ракета. Вы видите какие-то демонстрации в поддержку Израиля, какие-то заявления. Все это, Запад, Западная Европа в первую очередь привыкла, что мусульмане убивают только евреев, это нормально, даже может быть хорошо где-то, да, а тут оказалось, что мусульмане начали убивать не только евреев, но и самих европейцев. Европейцы, естественно, возмучились. Как это так? Что это такое хамство такое? Евреевы убивали в течение десятков лет, но продолжайте делать. А нас-то вы почему трогаете? Поэтому действительно возникла такая вот стон в медиа, и в Европе, что играл как-то, на Израиль обращают слишком мало внимания. А на самом деле, повторяю, они обращали совершенно столько, сколько необходимо было с точки зрения оперативных соображений, потому что действительно Израиль – это противник сильный, да, Израиль имеет большой опыт противодействия террору и сам очень всегда переходит в наступление. Поэтому, во-первых, Израиль сложно обидеть, а во-вторых, это очень дорого, да, а целей у них много. Вот, когда впервые исламские террористы стали рассматривать Европу и Америку как равные цели наравне с Израилем, да, а там, где легче ударить, там они, в общем-то, и ударяли. Вот, поэтому теракты, которые приходили в Израиль, они были не столь кровавыми, там, два-три раненых или убитых, а во Франции в какой-нибудь они могли делать десятки-сотни убитых. Ну, извините, мы не виноваты, что в какой-нибудь Бельгии платили спецслужбы, которые проворонили в течение десятилетия свои исламизмы. Не-не, вот, что касается каких-то разговоров о том, что у них были договоры с Саудовской Аравией, с Израилем, еще с кем-то, это чисто воды конспирология. Если у вас нет своей агентуры в ЦРУ или в разведке Саудовской Аравии, вы это знать не можете, да? Вот, мы можем говорить о каких-то косвенных признаках, но сказать, кто там в мире спецслужб, с кем договорился, сказать нельзя. Вопрос, я думаю, что, поскольку, действительно, и Турция, и, вот, кстати, вопрос Турции, эти самые кровавые теракты ИГИЛ были даже не против Европы, а против турок. Вот, в Стамбуле, но, опять же, в Европе как-то это не замечают, если вы возьмете обычную какую-нибудь прессу, статьи европейцев по поводу ИГИЛ, там будут страшные теракты, где? Тоже в Европе, а то, что это было в Турции, как бы никто не замечает, то есть, то, что там одни мусульмане, а ИГИЛ-цы убивают других мусульман, турок, ну, это нормально, чем, вот, как-то Европа, это не очень, ну, да, там есть логика, помимо, если вывести за скобки Израиль, как нечто совсем особенное, то логика та же, что там они у себя, вот, с точки зрения Хантингтона и столкновения цивилизации, вот там у себя они могут делать, да, так сказать, это нас, в общем, не должно касаться, значит, вот там у себя, как бы, внутри своей цивилизации исламской может происходить всякое. Слушайте, когда мусульмане убивают других мусульман, то мы вообще даже не считаем убийством, они такие люди, да, вот, но это, как бы, это колониалистский подход, а время колониализма все-таки сошел монет, это очень важно еще понять, еще я повторяю эту мысль, что вот, когда говорят, кто стоит за ИГИЛ, кто стоит там за джихадистами, да, это ретерика прошлого, они сами за собой стоят, выход на сцену военно-политического алькаеда вслед за ним ИГИЛ, означает, что ислам становится таким же геополитическим независимым игроком, каким до этого были западные, его по США или даже Россия, запад согласен был признать субъектами истории только себя, но вот как-то юго-восточная Азия, японцы, в общем, опять мы повисли, дорогие друзья, к сожалению, а как у вас там обраунд со скоростью? Да у меня вроде нормально, смотри, сейчас я посмотрю еще раз, у меня скайп работает, вот, как-то у нас этот эфир сложился не очень. Подключение есть, вот, а где мы зависли, сейчас я открою еще раз, давайте посмотрим, так, вроде бы я, я могу, конечно, переключить интернет, ну вот, да, ну продолжим, сейчас вроде бы все идет, вот мне модератор сообщает, что эфир идет, смотрите, есть еще один важный, Авраам, вы меня слышите, да? Да, вот смотрите, есть еще очень важный вопрос, чтобы мы далеко не отошли к вопросу объектов, значит, террористических атак и всего остального ИГИЛ, давайте поговорим о том, как это происходило между тем же Талибаном, Аль-Каидой и ИГИЛом, так сказать, известно, что, ну, Талибан просто беспощадно воевал с ИГИЛ, то и дело возникала информация, что они на какой-то перемирии заключили, то опять убивали друг друга, то же самое происходило с какими-то крыльями Аль-Каиды, Аль-Каида тоже, так сказать, мягко говоря, в какой-то своей части не принимал ИГИЛ, но и, соответственно, не говоря уже о любых шиитах, прежде всего Иране, как Иран, там, корпус стражи исламской революции и так далее, как они воевали с ИГИЛ, давайте вот обсудим именно вот внутри исламской умы, там, сначала суннитов, а потом отдельно шиитов, как они между собой воевали, что происходило там и что происходит сейчас. Вы знаете, мусульмане все время воюют друг с другом, это такая бы ротовая травма, ротовая травма ислама, так сказать, еще со времен Мухаммеда, да, не успел Мухаммед умереть, такого последовательства начали резать друг друга, да, они это дело очень любят. Какое-то, есть, вот, и у Аль-Каида, особенно у ИГИЛ есть такая особенность идеологии, называется такфиризм. Такфир, это, в исламском праве, объявление кого-то не мусульманином, то есть, человек, который, хоть он считает себя мусульманином, он не является мусульманином, и его, соответственно, можно убивать, тогда он как неверный, да, вот ИГИЛ, одна из слабых ее сторон, что они были такие, крайне такфиристы, они объявляли не мусульманином всех, кто не согласен не только с их диалогией, но и с политической, как и тактической линией, да, чуть-чуть ты не согласен, значит, и не мусульманин тебя можно убить. Они в результате воевали не только даже с другими кафирами, с нами, да, но и с другими мусульманскими джихадистскими группировками. Это очень большая слабость. Я думаю, что если сейчас они смогут сделать такую перезагрузку и избавиться от такого чрезмерного кафиризма, то это пройдет им только на пользу, они, второе издание ИГИЛ будет намного более сильным, чем первым. Вот, и поэтому они воевают и с Талибаном и воюют с Аль-Каилем. Опять, что значит воюют с Талибаном? У них, понимаешь, что на уровне руководства это разные организации, но какие-то рядовые боевики, они часто просто переходят из одной организации другую какие-нибудь. Но руководство борется в борьбе, во-первых, не только за идеологическое, но борьба за ресурсы, за деньги, за финансы, потоки, потоки. Совершенно верно. Но это можно сравнить с борьбой внутри советского руководства, какого-нибудь Троцкого, Радека, Сталина, Бухарина и так далее. Они обе все не переставали быть коммунистами. И мы видим, что общую мощь Советского Союза, то, что они друг друга постоянно убивали, советские власти не сильно на это повлияли, не сильно ослабливали. То же самое происходит в мире ислама. Но, второе, если им удастся, мы это отталкиваем достаточно многих мусульман, такая чрезмерная жестокость Игии, но жестокость именно по отношению к неверным. То есть, по отношению к другим мусульманам, по отношению к неверным. И, с другой стороны, в этой жестокости есть и свои положительные для них моменты. Я, например, говорил, как он в Среднем Исламском, умеренном, совершенно неподдерживающем жихадеятелем, достаточно крупным, в Западной Европе. Он мне сказал, что после каждого такого громкого теракта Аль-Каида или ИГИЛ, к ним приходят новые люди в его центре, принимающие ИСО, европейцы, которые не разделяют идею джихада, такого кровавого, но, с другой стороны, они видят, что ИСО некая такая сила. Может быть, это не формулируют, не чувствуют, что ИСО становится игроком. Поэтому, в принципе, такой теоризм, он на самом деле выгоден и умеренным мусульманам тоже. Опять же, умеренные мусульманы, они получают дополнительный вес. Вот ты, имам, у тебя мечеть, а ты не поддерживаешь террор. Значит, тебе нужно какие-то выхолить, лелеять, если ты сидишь в Западной Европе, фонды какие-то тебе выделять временно. Чтобы ты не радикализовался. Нет, может быть, ты не радикализуешься, может, ты уже полностью искренне это считаешь, потому что, с точки зрения, опять же, Ислана Шариата, с этой идеологией деятельности ИГИЛ и Акады достаточно спорной. Ты можешь совершенно искренне считать, что они неправильно интерпретируют Ресла, само-то получают, что их деятельность какие-то выгоды, потому что вот мы тебе даем медиа, деньги и так далее, чтобы ты повысить твое влияние внутри местной мусульманской общины. Это ошибочная тактика? Это тактика, это тактика верная. Потому что иначе мы должны воевать со всем исламом скопом, что тоже не совсем неверно. Но, с другой стороны, эта тактика усиливает и ИГИЛ, Костина тоже, потому что, во-первых, что вся ума получает Костину выгоду от его действенности, во-вторых, из тех тысячи мусульман, новых мусульман, которые придут в результате нашей пропаганды, десять из них радикализируются до такой степени, чтобы прийти в ИГИЛ. То есть, чем больше мусульман, тем больше становятся сторонников крайнего джихадизма, хотя этот процент сторонников джихадизма среди умы небольшой, но чем больше умы, тем больше количества это небольшие проценты. понимаете? Вот. Но у них есть еще, почему вообще Аль-Каеда, ИГИЛ и так далее, их идеология становится популярным и в Европе, и в Америке, и во всем исламском мире. Вот, например, буквально три дня назад поступило сообщение, что американские спецслужбы арестовали некого человека по фамилии Браун, амикариного американца, который перешел в ИГИЛ, перешел в ислам и стал сторонником в ИГИЛ и переводил им деньги и вербовал сторонников. Интересно в этой новости таких американцев много. Профессии этого Брауна он главарь гангстерской банды. Вот. Знаете, главарь гангстерской банды переходит в ислам и начинает деньги, которые тяжелым гангстерским трудом добывал до себя пересылать куда-то там в Ирак. Это достаточно сильно. От контроля за публичными домами, бритонами и наркотиками. Да. Эти деньги, да, но как бы мотивация гангстера не в том, что бескорыстно помогать каким-то там организациям, да. Вот. То есть, это, видимо, сколько принц... И он стал сторонником своей банды тоже вербовать в ИГИЛ, если бы это удалось, то это было достаточно сильно видно в военном отношении, но и американцы его накрыли. Но это показывает, насколько эта идеология привлекательна. Чем же она привлекает? Кроме того, что мы говорили, ислам наконец-то становится субъектом, мы вроде бы выполняем то, что, как мы считаем, написано в Коране, идеология и аль-каеды, и джихадизма, и того же самого Талибана, она направлена против прогресса. Мы строим общество, которое было при пророке Мухаммаде. Мы пытаемся восстановить то общество, которое было при нем. Самые крайние джихадисты, они вообще сторонники этой линии, они пытаются, можно сказать, ты хочешь общества, да не пользуйся интернетом, хочешь жить как при Мухаммаде, садись на ослов верблюдов. И были действительно в Северной Африке такая джихадистская группировка, которая попыталась это воплотить. Они пересели на верблюдов, отложили в сторону автомата, пытались воевать мечами и луками. Ну и быстренько перестреляли. Понимаете? То есть таких крайних больше не осталось. Например, Талибы в том же самом Афганистане, они там взорвали все линии сотовых передач, потому что это не нужно, зачем Мухаммаде даже пользоваться. То есть идея, что надо каким-то образом остановить прогресс, что прогресс он плохой, это зло, это не соответствует религии. Скажем, крупнейшая джихадистская организация в Африке, Боку Харам, они против вообще образования. Они тоже присягнули Халифу, Ак-Багдаде то есть считают себя сейчас подразделением ИГИЛ, их название переводится как западная запрета, то есть все западные технологии, они не нужны, они противоречат исламу. И вот эта вот идея остановить каким-то образом прогресс, законсервировать, запрещено законсервировать общественные отношения, мы можем пользоваться какими-то технологическими, но вношественные общественные отношения должны быть такие же, как в раннем средневековье. Она очень привлекательна, потому что есть достаточно много людей, вы понимаете, которые боятся прогресса, те же самые экологические части зеленого движения, это все реакции на то, что все гигантские изменения, которые приносятся научно-ценическая революция, они касаются всех сфер, и люди этого боятся. И вот джихадилов современный, он эксплуатирует вот именно эту боязнь, то есть очень многие люди приходят в радикальный ислам, потому что они видят эту единственную силу, которая может остановить такой прогресс. Очень многие женщины, знаете, сторонники ИГИО, люди, женщины, которые бросают все и едут, ехали, сейчас тоже едут в Сирий Ирак, чтобы стать женами каких-то бояков, потому что то новая социальная модель, которую 21 век предлагает женщине, она очень многих пугает. Им нравится такая традиционная общество, когда мужчина главает, есть достаточно много людей, которым это нравится, есть много людей, которым нравятся другие стороны идеологии, прогресс откладывая в сторону, и получается, что ИГИО, это вообще джихадизм, то же самое Талибан, то же самое Аль-Каеды, другие его разновидности, они выражают настроение значительной части современного западного общества, и тем более восточного общества, которое еще более напугано теми изменениями, которые на него надвигаются. Остановить прогресс это прекрасная идея, которая прекрасна с точки зрения мобилизации массы, она работала хорошей во времена аудитов в Англии, в начале Кремашины революции, и тем более она работает сейчас. Это одна из причин, почему эти различные жихадистские организации столь эффективны и столь популярны и на Западе причин, почему так много сторонников не приходят. Эта идея тоже не умрет. Вместо Аль-Багдади будут какие-то другие лидеры, которые другие лидеры, которые будут эту идею поддерживать. В этом смысле смерть Абу-Багдада действительно была, мы сказали на 95% мы в этом уверены до конца, она будет этапом. Может быть она на какое-то время остановит джихадизм, может быть и нет, но в любом случае никуда ни ИГИЛ как и идея халифата не делается. Вот смотрите, я хотел Авраам еще по ходу, чтобы не ушла эта мысль, задать вопрос о эстетической привлекательности насилия, которое порождено было вот этими знаменитыми роликами ИГИЛ со сбрасыванием геев с крыш, с отрезанием голов, с этими робами оранжевыми, с поджиганием живых заложников и значит пленных и так далее. То есть в какой-то момент они начали как раз-таки использовать современные технологии для вот такой пропаганды, пропаганды с эстетизацией насилия, причем но завораживающего насилия, поскольку многие как бы им завораживались настолько, что мы видели, что у этого были даже ну скажем так элементы привлекательности и это даже используют в художественном смысле. Фильм Фауда, израильский фильм Фауда, замечательная картина, два сезона, мы ждем выхода третьего, если помните во второй части Фауды, значит один из героев, отрицательных героев, это значит может вы видели такой фильм, вы смотрели Фауду? Да, конечно. Это уже не какой-то палестинский радикальный террорист, исламист и так далее, это именно представители ГИЛ, герои, и мало того, так сказать, сами художники фильма, так сказать, продюсеры создали, ну скажем так, эстетику привлекательную этого всего, и мне кажется, дело не в том, что они старались, ну просто киногероя сделать противоречивым для того, чтобы драматизма дать этой картине, а они подсознательно отвечали на запрос Netflix, понимаете, что такое Netflix? Это картинка для, значит, обывателей, миллионов, миллиардов обывателей, значит, показать, что отразить, отзеркалить вот это чувство, которое возникло после вот этих бесконечных интернет-роликов с эстетизацией, убийства, насилия, такого оголенного, значит, прямого, там, мечами отрубали голову и так далее. то есть, какова роль вот этой новой эстетики ислама, да, именно ИГИЛ, я имею ввиду? Это не новая эстетика, в этом смысле то, та же привлекательность нацизма, да, который до сих пор этот образ действует, привлекательность большевизма в начале гражданской войны. Есть достаточно большое количество населения, в любой популяции, которые... Здесь используются современные технологии, использовались ролики. Вот, то есть, конечно, то есть, есть всегда, в любом обществе, есть люди, для которых насилие привлекательно, а здесь создана новая эстетика, которая направлена вот на эту часть населения, да, она подает это в прекрасном художественном ключе. И, смотрите, то же самое, скажем, мы говорили, что ИГИЛ, он восстанавливает те общественные отношения, которые были в средневековье, одно из этих отношений рабства, да, вот, и многие, те же самые западные добровольцы приезжали в Сирию именно за этим, вот, вы понимаете, приходите, можете купить рабыню, или рабыню. Да, есть люди, для которых это привлекательно, но знаете, что время от рейдеров в саморазвитых странах открывают, находят каких-то там люди, доньяков, называют, которые там держат. Люди, рабства, да, вот, в России тоже есть это явление, не национальное. Это, и оно, смотри, есть примерно, я, в этом смысле, не социальные психологи, они будут говорить точные цифры, я где-то читал, что порядка, считаешь, порядка 10-15 человек в современном обществе, в любом обществе, они рождены для войны, им нравится война, да, я думаю, примерно такое же количество, опять же, не помню точных цифр, исследования на эту тему есть, можно посмотреть, в любом обществе тоже примерно такой же сопоставимый процент, процент людей, для которых привлекательна возможность совершать акты насилия, да, вот, если есть пропаганда, то число этих людей растет, если нет пропаганды, она уменьшается, она не есть, современное западное общество, и не только западное, восточное тоже, она построена на, настроена на то, чтобы подавлять этих людей, то есть, есть закон, если человек будет проявлять свои какие-то садистские наклонности, склонность к насилию, его просто попадет под каток правоохранительной системы, да, а ИГИЛ дает возможность этим людям самореализоваться, и поэтому тоже, действительно, один из элементов ее привлекательности, есть, правда, подлодный камень, потому что человек, который любит отрезать головы, он, как правило, не будет хорошим физикам, теоретикам, или там, они этого и не требуют от них. Вот, им это нужно, будет на определенном этапе, если они хотят построить, действительно, государство, или государство, квази-государство, которое будет эффективно, им нужно будет каким-то образом сменить этот вектор, пропаган, но пока им такой необходимости нет, они могут вполне набирать этот процент людей, для которых, выбирать его себе, процент людей, для которых насилие привлекается, они его эстетизируют, очень хорошо ставят новую эстетику, это работает, да, это прекрасно работает, вопрос, насколько это будет работать, я думаю, достаточно долго. Вот, кстати, если уж мы говорили о том, кто является заказчиком ИГИЛ, можно поговорить про тему России, потому что как бы мы без русской руки, есть такая киспологическая теория о том, что американцы являются создателем ИГИЛ, мы об этом уже говорили, скорее всего, это не так, но что касается России, тут, смотрите, есть такой товарищ Айман Ансаварихи, он является руководителем Аль-Каеды и на момент совершения терактов 11 сентября 2001 года он был заместителем Бен-Ладена и террористом номер два, он был военным тоже руководителем Аль-Каеды. Вот, в 76-м году он приехал на территорию России по поддельному паспорту, и был задержан в городе Махачкала и в течение полгода по официальным российским данным содержался в следственном изоляторе Махачкалы, причем чекисты не смогли понять, с кем они имеют дело, его отпустили. И он спокойненько уехал. Человек, который на тот момент самым террористом номер два, которого разыскивал весь мир. А вот ФСБ полгода они держали его у себя и не поняли, с кем они имеют дело. Фальшивый паспорт у нас настолько хорош. Более того, следственное его дело было уничтожено махачкалистскими какими-то там фСБшниками, потому что они по халатности его уничтожили. Вопрос, правда? Интересная история. Насколько он соответствует действительности? Она полностью соответствует действительности, это не отрицают и российские власти, что он был, сидел у них в СИЗО махачкалы, они не поняли, с кем имеют дело, потом потеряли его следственное дело вообще. Это сам Заварихи в воспоминаниях об этом писал, тоже в таком духе. То есть, то, что он въехал на территорию России, то, что его российские фСБшники задержали по подозрению, что он исламский теорист, и не могли понять, что это Заварихи и отпустили его и дали свободно уехать из территории России, это факт, который никто не отрицает. Будем мы верить в то, что они такие идиоты, но это вопрос веры. Литвиненко покойный Березовский тоже говорили о том, что у них есть данные о том, что Заварихи на самом деле полгода провел в тайном тренировочном лагере ФСБ. Опять же, так или это не так, каждый может верить, но факт такой есть, и факт достаточно странный, согласитесь. Теперь, кто сам Аль-Багдаде, он заинтересный в семье, кроме того, что он имам и так далее, но дядя его был высокопоставленным сотрудником Саддамовского КГБ. Опять же, по официальной версии, он специально послал своего племянника в джихадисты, потому что исламизм был запрещен при Саддаме. Будущее Аль-Каида находилось там в подполье. Он специально послал в антисаддамовское исламистское подполье, потому что понимал, что Ди Саддама Таран не поздно сочетели. Но это странная история, согласитесь. А кто у нас контролировал КГБ Госбезопасности Саддама Хусейна? Более того, значительное количество офицеров Саддамовской армии и Саддамовской спецслужб, которые перешли на сторону Аль-Каида и потом ИГИУ. И стали хостяк армии, а они делучились в Советской Академии. И возникает вопрос. Известно, что советские спецслужбы, потом российские спецслужбы подно отслеживали всех студентов, особенно силовиков военных и продолжали с ними работу и после. Возникает вопрос, вот эти товарищи, когда они стали работать на Аль-Каида, они прерывали связи с советской СОВЕТС. Авраам, я вам знаете, какую вещь скажу? Если исходить из того, что российский след здесь существенен, то ведь какая-то значительная часть уже не только Аль-Каида, но и ИГИЛа, ну, скажем, среднее звено и так далее, оказались в плену или в руках американцев тех же. Если бы эта связь прослеживалась слишком устойчивой, она безусловно есть, конечно, есть, да, но если бы она была столь существенной, решающей, да, присутствие России в ИГИЛ, то тогда бы это бы так или иначе стало публичным достоянием, потому что показания этих людей, материалы оперативного отношения этих людей, прослушки, перехваты и так далее, они бы дали основания, так говоря. Смотрите, никаких прослужив, перехватов и оперативных материалов мы с вами не видели, за исключением церкви, которые нам любезно предоставили американцы, может быть, через какой-то викиликс их слив, потому что ни одна из не имеет своих агентов ЦРУ, то, что ЦРУ хочет слить, оно сливает. Я, честно говоря, мало верю в все эти случайные утечки, каких-то журналистов, которые попали. Вот. Вот, смотрите, что касается российского следа, то известно, что Россия просто выталкивала людей с Северного Кавказа и не только в ИГИЛ. То есть люди не хористов... Не то, что вы ИГИЛ, а вообще выталкивала за пределы АРФ. Нет, именно в ИГИЛ. Почему? Куда? Потому что тогда ИГИЛ был... Потому что они шли в ИГИЛ. Там есть люди, которые просто говорили, что или ты идешь на зону и тебя убивают, или у тебя российский паспорт. То есть заграничный паспорт уже в Турцию, а дальше все они ехали на территорию ИГИЛ. Участливая КАЕД, оно значительно сейчас на территорию ИГИЛ. Был-то... То есть, смотрите, это, опять же, не один случай, не два случая и не три случая. Люди, которые находились под домашним арестом, они бац, и из домашнего ареста каким-то образом оказывались на... В ИГИЛ занимали там достаточно позиции. Собственно говоря, последний министр военный министр ИГИЛ Гумрот Халидов. Это человек, который возглавлял ОМОН Таджикистана. Да, да, это интересно. Знаете, собрал отряд аж из восьми человек и улетел в Турцию, потом в ИГИЛ через Москву. Опять же, что этот чекист пропустил, это абсолютно невозможно. Пропустили, что ли, есть отряд из восьми человек, который едет организованно. Но они, что пропустили, не знали, мы прохлопали, так же, как из Заварихи. Но можем верить, можно нет. Это дело, опять же, каждого из слушателей. Но то, что люди, которые занимали ключевые места, места в иерархии ИГИЛ, они были специально выдавлены туда ФСБ, это не подлежит сомнению. Опять же, зачем это русские делали? Ну, официально никто этого, естественно, не заявляет, но то, что ФСБ сливало через какие-то СМИ, такое оправдание, что мы хотели, чтобы эти люди, которые вместо того, чтобы заниматься Джихана на территории Российской Федерации, мы шли куда подальше. Достаточно цинично, с одной стороны, вот, но, насколько это, опять же, умно, с другой стороны, тоже ФСБ все время говорит об опасности, что эти самые ИГИЛовцы вернутся назад на территорию России. Вы сами их вместо, у вас люди, которые сочувствуют ИГИЛ, да? Вы знаете, что... Авраам, у нас, к сожалению, к сожалению, у вас отключилась картинка, вот, у нас вообще, да, как-то эфир не сложился, нам все-таки придется его прервать, этот эфир, потому что, ну... Что за сегодня отсюда? Да, вот, смотрите, нам придется, Авраам, мы еще пока в эфире, но звук ваш идет, поэтому мы, наверное, скорее всего, поблагодарим вас, поскольку мы час 15 находились в эфире, у нас более-менее шел эфир, уважаемые зрители, по Фейсбуку и через Перископ в Твиттере, и мы вынуждены будем, так сказать, этот эфир уже выложить в виде отдельной, соответственно, ссылки отдельного, значит, эфира, поскольку вот прямой эфир, к сожалению, у нас на Ютубе, на платформе Ютуба не сложился, он прервался много раз, поэтому я вас прошу, дорогие друзья, да, у нас не будет выложена немедленно прямая трансляция, но мы сейчас выложим, постараемся выложить, скачать и выложить то, что непрерывно демонстрировалось в Фейсбуке. К сожалению, в раму мы вас не видим и вынуждены прервать эту трансляцию, но в любом случае огромное вам спасибо, мы попробуем решить все эти проблемы в следующий раз, для того, чтобы, ну, избежать вот такого, такой проблематики, еще раз приносим извинения, эфир был замечательный, но вот, к сожалению, техника нас подвела в этом смысле, так что всем огромное, ребят, спасибо. Очень странно, я вас вижу, но действительно камера не работает у меня, по-моему, что-то такое происходит, такое, Абрам, спасибо вам, так сказать, мы вас просто не видим, мы рассчитываем, так сказать, выложить этот эфир, как я уже сказал, это я вам хотел повторить, уже в виде записи, которая в одной из площадок, на которой мы его демонстрировали. Ну что, мы останавливаем трансляцию, к сожалению, ребята, всем пока, увидимся завтра, завтра обязательно смотрите, у нас Михаил Светов, которого мы давно обещали, будет выступать в эфире, в прямом эфире, и сейчас мы выложим ссылку на, значит, завтрашний YouTube, значит, в 20.00, не пропустите эфир с оппозиционным политиком, либертарианцем Михаилом Световым. Всем пока, до завтра. До свидания.